всем большой привет сегодня я хочу поделиться с вами теми семенами томатов которые я прикупила на 2017 год и так наверное сначала начну из тех которые у меня остались прошлого года но которые я буду сажать и нынче тоже потому что я сажаю помидоров не так много ну где-то кустов 50 нам этого достаточно ну где-то по 5 кустов с каждого сорта наверное буду сажать и так давайте начну вот с этого сорта томат называется м чемпион очень нравится мне вот эта компания новосибирская сибирский сад у них всегда хорошие семена и всхожесть хорошие качества тоже в основном стараюсь брать чистые сорта но иногда как-то глаза ищут красивые сорта и попадаю на гибриды f1 тоже бывает покупаю итак томат м чемпион очень хороший сорт мне понравились эти томаты они крупные мясистые это низкорослый сорт вот цена была тоже хорошая оказывается 50 55 сантиметров для меня высота куста очень важна не знаю для кого как но все-таки я не очень люблю высокие томаты с ними как бы проблем больше возни так плоды крупные достигает до 700 граммов мясистые красно-розовые окраски они очень сладкие вот это мне тоже нравится в томатах стараюсь брать сладкие сорта этот томат хорош для соков и соусов вот могу посоветовать хороший сорт м чемпион называется сажала я еще вот эту лентяйку мне очень понравилось видимо название но и помидоры оказались тоже неплохие они не посынкуются для открытого грунта я никогда не сажаю в теплице сажаем и всегда в открытый грунт вот тоже хороший сорт очень красивые формы помидоров вот такие они сердцевидные тоже могу посоветовать неплохой сорт есть еще у меня были вот такие сердцевидные они по цвету немножко светлые оказались но тоже неплохой сорт тоже низкорослые помидоры 50 55 сантиметров они вырастают плоды крупные мясистые тоже от 300 до 500 граммов весом хорошие тоже вкусовые качества здесь предлагается выращивать в открытом грунте и пленочных теплицах вот нынче тоже немного посажу еще прикупила я из крупных сортов вот эту джину это новый сорт для меня взяла почему потому что тоже низкорослый сорт 50 60 сантиметров высотой не требует посынкование это тоже плюс и плоды хотя не очень прямо крупные 350 граммов но мясистые и отличного вкуса написано хит продаж но это уже компания аэлита но в этом году тоже чуть-чуть посажу мне кажется их тут и совсем немного количество не написано написано только в граммах у кого есть опыт посадки поделитесь пожалуйста что это за сорт джина тст называется вот из маленьких низких сортов по моему все далее из более крупных но крупные высоких я считаю около метра высотой вот это самые любимые помидоры оказались в прошлом году я их сажала малиновый гигант называется и цвет такой красивый действительно малиновый но эти помидоры у нас плодоносили прямо до осени первые были очень крупные они потом плодоносили в общем очень урожайный сорт нам понравились вот эти помидоры вот ранний сорт называется от 105 до 110 дней созревания для салатного назначения открытого грунта и пленочных укрытий так раз раскидистый куст высотой до 90 сантиметров но это как бы оптимальный рост в общем то можно потерпеть но которые вот достигают до полутора метров это для меня уже слишком с ними очень много бывает возни поэтому такие не люблю а вот этот сорт попробуйте отличный сорт малиновый гигант называется нынче тоже побольше будем сажать дальше из более высоких сортов здесь уже пошли тоже в прошлом году сажала они еще чуть-чуть остались вот такие совсем крохотные семена называется сахарный бизон ну само уже название говорит бизон значит крупный сахарный значит сладкий вот тоже неплохой сорт хотя почему-то по цвету мне больше нравятся такие красные более малиновые а вот этот вот он светлый такой больше оранжевый что ли цвет вот тоже неплохой сорт вот то что осталось будем сажать потому что тоже семена новосибирские сибирский сад неплохой сорт посадим так еще я нынче прикупила из желтых сортов я уже была отказалась вообще от желтых помидоров потому что они у нас вот какие сорта не бери все равно вырастают как бы не очень но все-таки мне посоветовали вот это бычье сердце оранжевый никогда не сажала не знаю как они но так на вид кажется красивые но попробую может быть даже уже в последний раз если и эти уже не очень хорошие будут то уж не буду сажать но они высокие от 110 до 120 сантиметров в высоту так нет до 160 даже ну я знаю что бычье сердце все таки не больно урожайный сорт ну сколько много надо этих желтых помидоров по сути попробовал и ладно иногда на дольки где так на какие-то салаты добавляю а так вот особо для сока мне не нравится для соусов тоже не очень чисто попробовать покушать для консервирования желтые сорта я не очень люблю дальше у меня пойдут новинки вот эти кстати помидоры я даже уже позабыла купила в прошлом году и представляете я их забыла посадить рамзай f1 это гибрид у меня всего здесь два гибрида нынче будет один вот по вот этот по моему f1 и вот этот больше гибридов нет остальные чистые сорта вот вот эти попробую посадить тоже не знаю ничего сказать не могу вот забыла и забыла посадить в прошлом году вот такие дела средне спелой по моему так ну вкусовые качества хорошие здесь описываются попробую еще я взяла вот такой гибрид летний сад из-за того что он не посынкуется и много кистевой тут написано смотрите какие красивые одинакового размера плоды кистями что очень удобно когда они одновременно созревают это очень ранний плюс еще низкорослый сорт что для меня очень удобно вот еще взяла из крупных сортов вот такой томат дачный любимец это уже семена от седек тоже хорошая компания у них хорошая всхожесть мне нравится это тоже раннеспелый сорт с очень крупными плодами написано и при этом он низкорослый 50 60 сантиметров вот такой красивый сорт и для забавы я еще приобрела два томата один вот такой шоколадный смотрите какого красивого цвета вот я хотела посадить один сорт бурых помидоров не знаю они бурые или нет но по крайней мере написано шоколадные ну так уж для забавы чуть-чуть посажу где-то три куста наверное этого достаточно чтобы просто попробовать но для засолки наверное это некрасиво не знаю даже подходит для засолки или нет даже не читала так рекомендуется для приготовления салатов гарниров варенья даже для всех видов домашней кулинарии написано так вот от 200 до 400 граммов весят они с оранжево-коричневой нежной мякотью написано вот кто посадил поделитесь опытом настолько они хорошие или нет как описано мне очень интересно было бы было еще может кто-то мне предложит какой-нибудь сорт бурых помидоров удачный какой-нибудь вот и желтый сорт какой-нибудь удачный хотя я это уже вот этот купила но вот из года в год почему-то с желтыми помидорами мне не везет в общем и еще для забавы взяла вот это лукошко на окошке привлекло меня также вот эта надпись для ленивых это думаю про меня вот написано что не требует тоже посынкование плоды очень вкусные сладкие мне сказали но они очень длинные не знаю может быть в теплице они такие длинные вырастают до полутора метров это уж перебор прям даже до 2 говорят может быть в открытом грунте они будут менее короткие посмотрим они хороши в засолке естественно такие маленькие помидоры солить их и удобно и красиво получается и в собственном сам соку хорошо получается поэтому мелкие помидоры я тоже сажаю вот такие были у меня сорта будут мне кажется этого достаточно если уже даже не перебор всем желаю удачных дачных хлопот и до следующего видео пока пока